Привет-привет! Сегодня продолжение по теме номерных карт мастей из моей колоды Мифологическая вторая история и мазь дубинок Туз и десятка дубинок, да? Одна карта Это Виртус и Хонос Что это значит? Это значит доблесть и честь Устав, присяга, единство, неизменность выбора И на карту я поместил изображение Виртуса и Хоноса с римской монеты Это примерно 68-й год нашей эры Итак, Виртус или Виртута Это персонификация доблести Богиня храбрости и военной силы в римской мифологии Она спутница Марса Бога войны, защиты, отечества Она вдохновляла римлян на боевые подвиги ради отечества И вот после реорганизации религии императором Октавианом Августом Виртус стали придавать все большее значение Так как она была покровительницей солдат В 4 веке в честь богини были проведены игры И вот Виртус, она изображалась по-разному Например, на монетах Тетрика I она может появляться в виде Матроны такой Или старика даже Или как молодой человек с копьем и одетый в плащ То есть тут все не так однозначно с ее гендерной идентификацией И вот с этой Виртус, богиней, тесно связан Хонос Или Хонор Это персонификация чести И на погребальных рельефах Виртус никогда не изображалась без этого своего спутника Хоноса И часто их присутствие в этой области искусства заключается в том Чтобы отдать почести погребенному Как напоминание о его мужественности и храбрости И вот эти две персонификации божества часто имели один общий храм То есть храм чести и доблести Существовало несколько таких древнеримских храмов То есть туз дубинок – это честь и доблесть Ну знаешь, в такой очень активной фазе Потому что это связано с войной в основном С движением каким-то Таким очень брутальным действием Вектором таким Направление на завоевание какое-то Чего-то С вояками это связано Такие Виртус и Хонос Двойка дубинок Что это? Это сценарий нахождения между Сциллой и Харибдой Что это? Это значит выбирать меньшее из двух зол Или столкновение с, так сказать, дерзновением То есть ходить по лезвию ножа Сюда же И неопределенность здесь так же То есть такое, знаешь, балансирование, но на грани И на карте Это картина Адольфа Хиреми Хиршля Точный год я не знаю Это, скорее всего, начало 20 века Между Сциллой и Харибдой Итак, Сцилла и Харибда Это два морских чудовища из древнегреческой мифологии Сцилла или Скилла Лающая В переводе лающая Согласно Гомеру Жила в пещере на крутой скале под морем И у нее было 12 лап, 6 голов на длинных шеях И острые зубы в три ряда И Сцилла поджидала проходящие корабли Нападая на них И разом съедая по 6 моряков То есть по числу своих голов А Харибда Это олицетворение опасностей морской пучины И вот в поэме Гомера Она представлена в виде гигантского водоворота Трижды в день Харибда втягивает А затем извергает из себя в воду В эпической поэме Гомера Опять же, вот этой Одиссея Главный герой Чудом избегает смерти Пройдя между пещерой Ужасность Сциллы И гигантским водоворотом Харибда Это, конечно же, был Одиссей При этом, однако, гибнут его товарищи А в других мифах Например, тот же Ясон Со спутниками-оргонавтами Отправившись за золотым руном Миновал Харибду Благодаря помощи морской нимфы Фетиды Айней Мифический предок римских царей Предпочел вообще обойти Сциллу и Харибду окольным путем И вот этот фразеологизм Между Сциллой и Харибдой Означает опасность Грозящую с разных сторон То есть Избежишь одной Наткнешься на другую Даже в греческом и латинском языках Существует пословица Наткнуться на Сциллу Избегнув Харибды Это значит попасть из огня до вполымя То есть между двух огней Или между молотом и наковальней А пройти между Сциллой и Харибдой Это значит счастливо избежать Сразу нескольких напастей Выбраться из почти безвыходного положения Но как правило Все-таки между Сциллой и Харибдой Это да Это Ходить по лезвию ножа Да Двойка дубинок Вот такая у меня И мне она нравится Тройка дубинок Это история Беллерафонта Это шаг Исключающий возврат К прежнему состоянию Такой знаешь Порыв к действию Отсутствие удовлетворения Малым Желание прыгнуть повыше Когда знаешь Такое настроение Авантюристическое Да И на карте Картина Уолтера Крейна Беллерафонт Это 1892 год Беллерафонт Кто это? В древнерской мифологии Один из главных героев Старшего поколения И его первоначальное имя Гиппаной Но После того Как он убил коринфянина По одной из версий Это был его родной брат Беллера Его стали называть Убийца Беллера То есть Беллерафонт И вот Опасаясь кровной мести Он бежит И находит приют У царя Прета Да Но И там на его голову Сваливаются неприятности Однако Побеждая Побеждая тех и других Побеждая Пока мрачный бог К смерти Какую-то Какую-то Конкретную трудовую обязанность Побеждая 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 И наконец Бог войны Арес Чьи интересы От этого страдали Больше всего Нашел И освободил Танатоса А Сизифа Связал И доставил В преисподнюю Обратно Однако Сизиф Приготовил Хитрости На этот случай Он наказал Своей жене Меропе Чтобы та Не погребала Его тело Оказавшись В царстве Мертвых Он пришел Каиду Плутону Гадосу И его жене Персефоне Прозерпине И заявил Что не имеет Права Здесь находиться Поскольку На поверхности Он вообще-то Не погребен А также Обратился К ним С просьбой Отпустить Его верхний мир Чтобы позаботиться О собственных Похоронах И конечно же Пообещал Вернуться Через три дня Те же Аид и Персефона Подались На уловку И позволили Ему удалиться Сизиф Сразу же Конечно же Забыл О своем Обещании Вернуться В царство Мертвых И прожил Еще много Лет Прежде чем Возмущенные Боги Послали за ним Стремительного Гермеса Меркурия Который Сил И водворил Его В преисподнюю И вот за то Что Сизиф Выдал тайну Зевса За то Что он Обманул Ароса Аиды Персефону Он получил Соответствующее Наказание И вот Судьи Мертвых Показали Ему Огромную Каменную Глыбу И приказали Катить ее На самый Верх Горы А затем Спускать По Противоположному Склону Однако Ему Никогда Не удавалось Достичь Вершины Как только Сизиф Приближался К ней Камень Своим Весом Опрокидывал Его И скатывался В самый Низ Где Сизиф Опять Отыскивал Его И начиналось Все Сначала Хотя По его Телу Не переставая Лил Пот А над головой Поднималось Облако Пыли Он Делал Снова И снова Одну И ту же Работу Вот Так Боги Показали Сизиф Учетность Его Попыток Одержать Верх Над Ними И Вот В лице Сизифа В связи С его Посмертным Наказанием Греческий Миф Скорее Всего Изобразил Бессилие Человека В его Тщетных Попытках Путем Хитрости И Тонкости Ума Перейти Границы Познаваемого Вот В чем Фишка А Альбер Камю Предложил Смотреть На И Бессмысленную Работу Сизифа Как На Такую Знаешь Своеобразную Метафору Жизни Современного Человека Которая Впустую Тратится Им На Офисы Конторы Цехи Заводов И Другие Подобные Эти Места И Камю Говорил Цитирую Сегодняшний Рабочий Каждый День Своей Жизни Трудится Над Одной И Той Ж Задачей И эта Судьба Не Менее Абсурдна Но Это Трагично Только В редкие Моменты Когда Это Осознается Классная Карта Классный Подтекст Я Очень Люблю Четверку Дубинок Да Это Такая Даже Иногда Тренировка Над Собой Когда Ты Понимаешь Всю Бессмысленность Но Делаешь Это Почему То Четверка Дубинок Да Далее Пятерка Дубинок Еще Одна Моя Любимая Карта И Одна Из Самых Моих Любимых Мифологических Историй Это Ирида Яблоко Раздора Это Провокации Внесение В окружающую Среду Элемента Хаоса Это Знаешь Такой Триггер К жаркому Спору Драки Конфликту Это Дерзость Поступков И тут же Жесткая Конкуренция На карте Это Деталь Картины Свадьба Фетиды Эпилея Показано Как Ириды Бросают Золотое Яблоко Это Художник Якоб Йорданс И Картина 1633 Года Итак Выражение Яблоко Раздора Или Яблоко Ириды Что Это Значит Это В значении Предмет Причина Спора Вражды И Впервые Это Выражение Употребил Римский Историк Юстин Это Второй Век Нашей Эры Основано Оно На Известном Греческом Мифе Коротко Богиня Ирида Не Была Приглашена На Грандиозный Свадебный Пир Фетиды Эпилея За Что В Отместку Подкинула В разгар Веселье Золотое Яблоко С надписью Прекраснейший То есть Вот прям Центр Зала А в числе Гостей Были Великие Богини Гера Афина И Афродита Которые Завели Яростный Спор О том Кто из них Более Достоин Этого Звания Быть Прекраснейшей То есть Началась Такая Заварушка И Спор Их Разрешил Парис Это Сын Троянского Царя Приама И Вот Каждая Из Богин До Этого Она Стала Предлагать Определенные Блага Парису Лишь бы Получить Вот это Заветное Яблоко С надписью Прекраснейший Но Он В итоге Соблазняется На Уговоры Афродиты Богини Любви И В благодарность Афродита Помогает Парису Похитить Елену Прекрасную Или Елену Троянскую Или Она Просто Влюбила Елену В Парис И Та С Ним Сбежала Она Была Жена Спартанского Царя Менелая И Вот Ввиду Этого Ввиду Бегства Жены Началась Троянская Война Которая Закончилась Гибелью Трои Вот Такой Устроила Ирида Ковардак Поэтому Выражение Яблока Раздора Стало Крылатым И Превратилось В образное Обозначение Любой Незначительной Вещи Или События Которое Может Привести К масштабным Непредсказуемым И зачастую Разрушительным Последствиям А Еще раз Повторюсь Что все Дуби Что все Пятерки Карты Пятерки Я уже Об этом Говорил В соответствующем Ролике Про пятерки Это Карты Хаоса Каких-то Революционных Всплесках Непрогнозируемые Но при этом Очень творческие Очень такие Сочные Насыщенные Так Могут быть Карты Войны Да Это Могут быть Карты Каких-то Творческих Мук То есть У Ирида Яблока Раздора Да В контексте Пятерки Дубинок Дубинки Это такая Боевая масть Это в принципе Мне кажется Идеально Подходит Идем дальше Шестерка Дубинок И это Убить Гидру Что это значит Это устранение Враждебного Элемента Как источника Хаоса И Приведение Окружающей Действительности К устойчивому Гармоничному Состоянию Это значит Такой сценарий Победителя И на карте Генрих Четвертый В образе Геракла И он Топчет Лернейскую Гидру Итак В реческой Мифологии Лернейская Гидра Или просто Гидра Это многоглавая Змея У которой Когда у нее Отрубали Одну голову Вновь Вырастали Две новых Вообще То есть Такая Прогрессия Конкретная И впервые Миф о ней Передан Древнегреческим Поэтом Гесиодом В его Знаменитой Теогонии Вот эта Гидра Она похищала Скот И вообще Варварски Опустошала Земли Вокруг Лерны И Один Из подвигов Геракла Заключался В том Что он Неимоверными Усилиями И даже Прибегая К сторонней Помощи Но все же Одолел Это Такое Сверхчудовище То есть Переносно Да Это Исключительно Враждебная Сила Извне Борьба С которой Необычайно Трудна Но Продуктивна И вот Этот Образ Гидры Он Широко Применялся В парламентских Речах Брошюрах И газетах В эпоху Буржуазной Французской Революции 18 века Даже Появились Такие Выражения Как Гидроаристократии Или Гидроанархии И Подобные Типа Которые Нужно Одолеть Задавить Вот Такая Шестерка Дубинок Да Это Такой Как бы Принцип Победителя Семерка Дубинок Еще Одна Из Мых Самых Любимых Карт Это Прометей И Прометеев Огонь Это Что Это Стремительный Подъем Знаешь Такая Искраво Одушевление Оправданная Анархичность Так Скажем Утверждение Чего Либо Себя Даже Я Своего Я Увлеченность Идеалами И Какие-то Идеологические Моменты Но Со Знаком Плюс Скорее И на Карте Это Прометей Это Картина Генриха Фридриха Фьюгера 1817 Год Итак Прометей Думаю Все знают Кто такой Прометей Но Напомню В Греческой Мифологии Один Из Титанов По Основному Мифу Прометей Выкрал Огонь Солимпа По одной Версии У богини Гести Богини Домашнего Очага Или же Она Сама Его Отдала Там Версии Различаются По другой Версии Он Украл Огонь У Гефеста И Передал Этот Божественный Огонь Людям Благодаря Чему Те Стали Не Только Физической Но И Духовной Копией Богов Как Бы Поскольку Огонь Благодаря Эту историю Поодушевление Да Такое И В этом Контексте Образ Прометея Является Символом Ну Скажем Так Человеческого Достоинства Величия И Настойчивости Конечно Роста Какого То Это Касается И Творческих Каких То Потенций Следующая Карта Восьмерка Дубинок Это Спор Между Афиной И Посейдоном Это Такой Знаешь Глобальный Спор Со Справедливым Результатом Это Плебисцит Референдум Да Какие Выборы Голосование Неважно Вот Что То Из Этой Оперы Соглашение Важное Какое-то Или Сценарий Когда Победитель Получает Все Но В процессе Каких-то Вот Таких Скажем Современным Языком Вот Этой Номенклатурной Возни Да Но Получает Все И На Карте Это Картина Нойля Галле 1748 Год Спор Афины И Посейдона Классная Картина Кстати Очень Люблю И По Мифу Что По Мифу Между Афиной Богиней Афиной И Богом Посейдоном Возник Спор Завладения Землей На Который Стоял Город Первого Царя Атики Кикропа Боги Боги Сошлись На Нынешнем Акрополе Чтобы Рассудить Спор На Месте И Чтобы Решить Их Спор Зевс Решил Что Каждый Из Них Преподнесет Подарок Городу Что Презентует Покажет И Люди Кикропи Решат Какой Подарок Будет Лучшим И Следовательно Этот Бог В итоге Будет Покровителем Города То есть Понятно И Вот Рассказчики Разделяются Во мнении Что же Именно Посейдон Показал Удивленной Толпе Одни Говорят Что Он Ударил Своим Трезубцем По Скале И Забил Фонтан По Одной Версии Соленой Воды По Другой Версии Пресной Воды Другие Уверяют Что На самом Деле Оттуда Появилась Лошадь В те времена Неведомое Создание В мире Смертных Из чего Бы не Начал Посейдон С дара Какого-то Или демонстрации Своей Такой Ужасающей Силы Этого Как бы Оказалось Достаточно Но Афина Дождалась Своей Очереди Она Воткнула Свой Посох В землю Из него Выросло Оливковое Дерево И Вот этот Перформанс Афины Понравился Горожанам Так же Потому Что Оливковое Дерево Оно Дает И плоды И масло И дрова И вот Жители Кекропии Проводят Голосование Мужчины Практически Все Жили на море Добывая Пищу Там Поэтому Голосовали За Посейдона А женщины Жили на земле И Дерево Афины Показалось Им Более Ценным Подарком И они Голосовали За нее Соответственно Но Оказалось Что Женщин Было Больше И богиня Афина Выиграла Спор То есть Афине Победительница Кекроп Посвятил Великолепный Храм На Акрополе Дал Жителям Города Первые Законы И назвал Его Афинами Нынешняя Столицы Греции В честь Богини Покровительницы Города До сих пор Вот такой Спор Справедливый Девятка Дубинок Это Кадмейская Победа Это Победа Которая Достается Слишком Дорогой Ценой Победа Которая Может Ощущаться Как Равносильное Поражению Это И сценарий Когда Сын Будет Отвечать За Отца И на Карте Дракон Пожирающий Спутников Кадма Классная Работа От Хенриха Гольциуса 1588 Год Итак История Когда Зевс Похитил Европу Ее Отец Финикийский Царь Агенор Послал Своих Сыновей Феникса Киликса И Кадма Отыскивать Сестру И повелел Им Не возвращаться До тех пор Пока Они Ее Не Найдут Феникс И Киликс Довольно Скоро Прекратили Свои Поиски Кадм Путев Путеводительницы И Там Где Она Остановится Ляжет На Мягкую Траву Построй Там Город И Назови Его Беотийскими Фивами И Вот Когда Кадм Со Своими Товарищами Пришли В предначертанное Место Выяснилось Что Там Уже Довольно Давно Поселился Священный Дракон Бога Войны Ареса Который Позже Сожрал Спутников Кадма Когда Те Ушли За Водой И Кадм В Такой Ярости Видимо Не Очень Хорошо Подумав Идет В Бой С Этим Священным Змеем Такой Яростный Бой Долгий И Он Его Убивает Этого Священного Змея Но По Совету Богини Афины Он Сеет Его Клыки В Земле Из Зубов Дракона Вырастают Войны Так Называемые Посеянные Которые Тут же Как только Они вышли Из земли Вступают В борьбу С друг С другом Пока В живых Не остается Только Пятеро Которые Становятся Лучшими Главными Соратниками Кадмы От которых Пошел Весть Первый Род Этого Города Государства Фивы И Вот Они Помогают Кадму Основать Этот Легендарный Город Государства Фивы И Часто Когда Говорят Фивы Подразумевают Кадм А когда Говорят Кадм Подразумевают Фивы Позже Кадм Женится На Гармонии И На этом Торжестве Впервые Присутствовали Все Олимпийские Боги То есть Они Как бы В чем-то Ему Покровительствуют Но Убийство Священного Дракона Не забывают И Из-за Убийства Кадму Приходится Восемь Лет Работать На Ареса А Впоследствии Жители Фив Этих Легендарных Фив Этого Легендарного Города Потомки Кадма Одержали Победу Над Вторгшимися В их Пределы Аргивянами Но Потери Жителей Фив Были Настолько Велики Что Такая Победа Оказалась Равносильной Гибели И Поэтому Победу Оказавшуюся Во многом Гибельной И для Победителей Называют Кадмейской То есть Не Фиванской А Кадмейской По имени Того Кто Этот Город Основал Это По одной Версии Почему Называют Кадмейской А по другой Боги Все-таки Не Прощают Кадму Эту Сложную Непростую Победу Над Священным Драконом Ароса И Насылают Как бы На Потомков Кадма Проклятие То есть Дальнейшая Судьба Потопков Кадма Сложилась Очень Безрадостно Его Дочь Семела Погибла Рожая Диониса Бога И Тот В будущем Свел С ума Вторую Дочку Кадма Ина Из-за чего Она убила Своих детей И покончила С собой Внук Его Актион Стал Жертвой Артемиды После того Как Узрел ее Голый Потомок Кадма Знаменитейший Потомок Эдип Эдип После победы Над сфинксом Женился По незнанию На собственной Матери И оттого Пострадал Этиокол И Полиник Также Потомки Кадма Убили Друг друга В поединке Да То есть И хотя Кадм Стал царем Он не выдержал Ударов Судьбы И на старости Лет покинул Фивы Вместе Со своей Супругой Гармонии В странстве Кадм В сердцах Воскликает Что если Боги Так карают Его за убийство Священного Дракона То пусть Его в дракона И превратят И олимпийцы Его просьбу Исполняют После чего Превращают В драконицу И его супругу Гармонию По другой версии Их обратили Во Львов И вот От истории Кадма Либо в первом Варианте Либо во втором Именно Появилась Вот эта пословица Кадмейская победа Означающая Нечто Достигнутая Слишком Дорогой Ценой И равносильное Поражению Либо Когда Локальная Победа В итоге Ведет К общему Поражению Например В какой-то Военной Компании То есть Стоила ли Игра свеч Вот такая Девятка Дубинок Тоже мне нравится Эта история Вот такие Дубинки Моей колоди Мифологическая Вторая история И следующий ролик Будет Последний У нас Что там А у нас Кубки Кубки Все Пока Пока Пока